Добрый вечер! Добрый вечер! Двадцать другая Гомельская середняя школа худко отзначит саракагодзе. За гэтый час у ей гисторой было шмат добрых справ. Цепер гэтый спис пополнився ясше адным досягненнем. Навучальная установа стала адным спераможцов областной громадянско-патриотичной акции маёй краине. Не вапошню чаргу дякуючей дейности школьного волонтерского отрада. Створанный у студене гэтага года, не он поспел принять уделу целым широку разнастайных мероприемствов. Ад экологичных акций, профилактичные работы с молодью да пропаганды здорового ладу життя и оказания да помоги со старелым инвалидам. Причим разом звучными ягу основу складают и наставники. У меня есть, так сказать, мой актив волонтерский, который, если я скажу, вот такая акция, они действительно помогут, придут, сделают. Почас областного семинара идеологичных работников, теми добрых справа, саблевая увага. Тем больше, что акция маёй краине оказалась саправды массовой и разнастайной патематыцы. У Кармянским районе, например, провели День белорусской кухни. У Калинковицким организовали фестиваль книги. А у Ельским установили памятный знак малонаселенным вёскам. Причим, гэта не просто мероприемство, а практичная реализация инициатив мясцового насельництва. Удел же хоров регионов громадским життям одна со складающих паспяхового развития краины. Соня, гэта и темы активно займаются громадские организации. Утым лику и Белая Русь. У ее родах больше, как 160 тысяч человек. От керовников рознага узровню до работников предприемствов. Мы наполняем нашу работу различного рода акциями, действами. Мы занимаем те ниши, которые ещё не заняты. Мы не конкуренты, не каким-то другим политическим силам. Мы партнёры. Развитё свои идеологии и пытанье формирования имиджа Украины. Гэта основная тема, який обмерковали у дельники областного семинара идеологичных работников. Пытанье, саправдой, актуальныя, бо имидж – понятця у тым лику экономичная. Но в селяким разе той же инвестор пройдет только у той Украину, якая маяста научный имидж. У Центры системного анализу и стратегичных доследований у Национальной академии наук гэтым пытаньем займаются не первый год. А таму агучиваются основные крытэры, якие можно покласть у основы имиджа беларускай державы. У нас действительно есть свои инновационные точки роста. Я просто приведу один пример – это парк высоких технологий. То, что мы сегодня занимаем одно из ведущих в мире мест по IT-технологиям. Поэтому я думаю, что вот смесь истории, смесь новых, новаций, смесь сегодня, так сказать, менталитета беларусского рода, как трудоспособного, мне кажется, вот этот микс, если мы грамотно сформулируем место на глобальной карте мира, Республика Беларусь однозначно может себя найти и позиционировать именно как самодостаточное государство, а не часть какой-то системы. Гомельский район означает 90-годовый юбилей. Официнной он был утворан и 8-го снежня 1926 года, хоть первые люди на этой территории поселились больше, как 10 тысяч годов тому. История и сучасность района потекавился Олег Синцерову. История Гомельского района починается у далеким минулым, а почему в приватности свечусь жматлики археологичной знаходки? Наибольшь старожитный язык относится еще до 9-го тысячи годов до нашей эры, а самая первая поселящая, знаходящаяся, когда сучасных вёсок Теорешковича Васильевка Романовича. Днём народжения сучасных Гомельского района лечится снежень 1926 года, когда эта территория была передадена у состав БССР, то был не простый час. Отмова от новой экономичной политики, ликвидации неписьменности и створения пеших, поколящей нишмартийких коллективных господарок, Гомельский район и зараз заявляется ориентованным на сельско-господарчую вытворчасть. За речи, за весь час звание героя социалистичной працы тут отрымали 18 человек, некольких тысяч мают прационные ордены и медали. И это так само покажет оставление местового населения за своих обовязков. Сейчас самая неотложная задача – накормить людей. Накормить экологически чистыми продуктами. Это особенно важно для области. Гомельская овощная фабрика – одно из четырёх хозяйств, объединившихся в агрофирму «Весна». В неё также входят совхозы «Восток», «Брелёво», «Берёзки». Гомельский район и зараз заявляется одним из гарантов харчовой беспеки региона. Его доля у агульного областного караваи – 19%. На выставе, примеркованной до юбилею, уся вырабляемая продукция – от колбас, садовины и городины до разностайных консерваций. Суб «Брелёво» – одно из старейших сельскохосподарших предприемств района. И оно было утворено еще в 1921 году, как военная господарка «Военгаз», а после заканчения грамадянской войны переименована в «Саугаз». Сегодня «Брелёво» працуя по сусветных технологиях и по широку позиций заявляется дидором у Беларуси. Причин, где дичина от засягнутой поспехи, зараз откажут об махчимости поляпшения и этих вынеков. Поступают и новые гибриды, и новая техника для обработки, и так далее, и так далее. Она не стоит на месте. Каждый год что-то совершенствуется. За последние годы мы очень много работаем на решение поля. Это дает полную гарантию правильных погодных условий, даже неблагоприятных, получать неплохое урожайство. Основа экономики Гомельского района – сельская господарка. Эта ситуация вероятно заховается и в ближайшие 10 годы. Разом с ним, в ОКООО «Комитете» огучают планы по большактивному развитию агроэкотуризма и потребности приватных инициатив. Местознаходжение Гомельского района и преференции, которые предоставляют законодавство, дозволяют реализовывать планы по створению на этой территории при отсутствии по развитию недержавных предприемств. Ольминский район престижный для развития предпринимательства, потому что существует ряд льгот для сельского жителя. А тут можно назвать условно сельский житель, поскольку 5 километров от города Гомеля – это уже другие условия, преференции. Ну и, соответственно, рядом огромный мегаполис, который можно свою продукцию продать. Олег Синчуров, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель». Первый наместник министра спорта и туризма Беларуси Александр Гагеев сегодня наведал Мазыр, и он провел прием грамадян по особистых пытаниях и наведал объекты спортивной инфраструктуры региона. Под обязанностей у корреспондента телеканала «Мазыр». Первый наместник министра спорта и туризма Беларуси Александр Гагеев на Мазыршине у Першинюн. Знайомство с районом поджалось из приема грамадян по особистых пытаниях. Расповесть про надзенные проблемы пришли керовники спортивных школ и клубов. Бодай самая актуальная тема – завершение будовництва спортивно-оздоровленного центра. У приватности его другого блока, который должен стать домашней плясовкой жаношей волейбольной команды «Жамчужина-Полесе». Было несколько обращений по тем объектам, которые у вас не достроены на сегодняшний день, но надеюсь, что совместно и местная власть, и облсполком, и мы с своей стороны подключимся к этому вопросу, потому что действительно в городе есть спорт, и он действительно востребован, как мне сказали. Средний возраст жителей Мозринского района чуть выше 30 лет, с учетом ваших учебных заведений, поэтому молодежи очень много, и те объекты, которые еще не введены, их, конечно, надо в ближайшие годы вводить. Александр Гагеев ознайомился и со спортивной инфраструктурой. У приватности наведал в учебно-спортивный комплекс в училище Олимпийского резерва. Уникальный объект был реализованный в рамках программы «Хаспрам детям». Это шматфункциональный объект. По культу эксплуатации увидена первая черга. В залах тяжкие атлетики, агульно-физичные подрыхтовки и веславания каждый день занимаются будущие чемпионы. Комплекс призначен не только для тренировок. Тут спортсмены учатся и живут. «Объект сегодня позволил, я считаю, училищу зажить новой жизнью, и если воплотиться еще второй этап строительства того, что еще должно здесь быть, и залы, и бассейны, и так далее, то, наверное, это будет лучшее училище у нас в республике». Виктория Синицкая, Светлана Грудьков, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». Мясовые улады допомогут же храм региона знайсти отказы на хвалюючие пытанни. У суботу протягнуть работу промы телефонные линии. 10-го снежня «Звороты громадян» выслухая перша намесник старшыни Абловы Конкама Александр Викторович Миколуцкий. Нумер телефона 75 12 37. Гомельчане могут вернуться до намесника старшыни Гарвы Конкама Виталия Геннадьевича Атаманчука. Звонки он будет принимать по номеру 75 19 54. Час работы промыслений с 9 ранецы и до полдня. Интрига месяца нареште раскрыта. Финал конкурсу «Миссис Гомель» собрал на одной сцене 15 клопотливых мать и женок. Они отклали хатные справы, как выйти на сцену и покорить свою прохожусть и глядачу и журы. Як проходила яскравая и ведовишная спаборництва, ведая Ганна Каральчук. Боям на шпильках усе взросты покорливые. Для чемпионата по прыгожосте сярод замужних дам дата на роджение значения немае. Зрешты, як и профессия. Головная умова – наявность детей. А их у зале было шмат. Малые у прыгожих костюмчиках разом с татами и бабулями так само чекали своего выхода на сцену, как поднимать своих мам. Вот это Маша, вот это Саша. Немножко волнуемся, когда времени мало остается, надо все успеть переодеть, детей одеть, обуть. Ну, в принципе, нормально все. Чувствуем себя уверенно. Волнуюсь, конечно, переживаю. Хочется победы. Смотрели ребенка, Ярославушку, всеми силами. И свекровь, и я. Все. Муж особенно уделял внимание. Все готовились. На протягу месяца супермамы приводзели себе у боевую готовность. Дефилей, хореография, фотосессия из дымки видеоклипа. Все гэта старанно рыхтавалася, каб зладзить малявничое шоу, издевить глядача. Кожная удельница имкнулася переодолеть страх и по максимуму показать свои здольности. Статус замужней леди вымышает поведать большь серьезным крытериям. Очень волнительно. За все переживаем, чтобы не подвести руководителей, чтобы все было красиво, чтобы нигде не споткнуться. На каблуках, конечно, ходить тяжело, когда он 13 сантиметров. Это очень тяжело, особенно когда платья длинные, когда есть ступеньки по подиуму. Танцевальный номер одудельниц, дефиле у костюмах на визитовку и опошний выход у вечерних сукенках. Ледачи так само увидели выник долгой праце организаторов. Музычный видеоклип за делом финалисток. А так само веселые интервью с их детьми. Шоу протяглостью две с половой годины дополняли выступления артыстов и показ модели у одзения от белорусских вытворцев. У конца вечера станут вядомые имены переможцов в номинациях «Миссис Фитнес», «Миссис Усмешка» и «Миссис Глядацких Симпатий». Однако каждая удельница может отримать головный титул и надеть корону «Миссис Гомель-2016». У журы конкурсу – керовники предприемств спонсоров, представники сферы культуры, столичные дизайнеры и стилисты. А так само «Миссис Беларусь-2014» Юлия Перагудова. Строгая отповедность к классичным модельным параметрам для удельниц конкурсу «Миссис Гомель» пока шик не самый важный. Як подкресливая журы, головная быть активной, метанакерованной и упевненной у собе. Так как я уже не первый год на таких мероприятиях, и поэтому, конечно, для меня это харизматичность, театральность, душевность и улыбчивость. Потому что бывает, есть такая пословица, есть активные и спассивные люди по жизни. Вот те, которые на сцене будут очень активными и будут максимально проявлять себя во всех номинациях, во всех заданиях, конечно, на ту и положим глаз. Если человек будет бояться сцены, конечно, это, в первую очередь, должно быть раскрытость изнутри, чтобы она почувствовала себя актрисой и добивалась победы, как могла. Самым яскравым экранальным моментом конкурса «Миссис Гомель» стал выход финалисток в сопровождении их детей. До речи, на сцене они тремались, не меньше упевненных за своих пригожих мам. Шмадзетная мать Алина Малыш вышла в сопровождении всех своих пятерых детей с трехмесячной дочкой Милой на руках. Журы не выстояла. Однодушно приняла решение, кому отдать титул «Миссис Гомель» и головный приз – 5000 белорусских рублев. Переполняет радость. Это сказка, просто я не верила. У меня дочка победила, я хотела не упасть лицом в грязь, и наконец-то моя принцесса, я рядом с ней. Я детям в санатории живица, куплю новогодние подарки и приеду поздравить их с Новым годом. У особных номинациях отзначены и инши удельницы. «Миссис Фитнес» стала Ганна Долгая. Прыз глядацких симпаты достался Валерой Фелимоновой. Титулу «Миссис усмешка», «Миссис симпатия прессы» и другая «Вице-миссис» отрымала Виктория Грабчанкова. Первый «Вице-миссис» стала наша коллега, супрацовница службы информации и мать двухгадового Федора – Яугеня Савина. Ганна Каральчук, Яуген Макеенка, телерадоакампания «Гомель». Кожную пятницу «Снежня» наведать экспозиции «Гомельского палацова парковых ансамбля» можно бесплатно. Гэта стала макчимым дяка учедобрачыной акции «Мастатство заховывать», якая стартовала сёння. Наведвальники, не набываючи билет, смогут аглядеть постоянные экспозиции на першем поверхе центральной частки палаца у Вежи и Гроте. Так само бесплатно можно полюбоваться экзотичными рослинами у зимовом саде и зернуть на город заглядной Вежи. Это социальный и культурный проект под названием «Искусство сохранять», инициатором которого выступило открытое акционерное общество БПС «Сбербанк». И эта акция приурочена к 175-летию одного из старейших финансово-кредитных учреждений нашей страны – Сбербанка. Проект направлен на самую широкую аудиторию. Станет таким прекрасным, несколько неожиданным подарком к Новому году в том числе. И на этом наш выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго. До новых встреч в эфире.